Восстановив корабль, вы откроете новую деревню. В целом, чем я сегодня и займусь. Ну и также посмотрим развитие базы на основной деревне. Всем здарова, друзья! С вами Тим, и это новое видео по рубрике «Не доначу». В прошлом видео мы с вами прикупили третьего строителя. Я прокачал забор, также поставил расстановку. Короче, много всего сделал, но уже в следующем видео я буду переходить на ТХ-5, так как я вкачал достаточно всё очень быстро, и остаются мелкие постройки, которые не сильно важны, но я качаюсь по фуллу, поэтому обязательно это прапаю. А золотишко и элик на переход я уже накопил вот здесь. Кстати говоря, всего за пару дней ещё накопилось откуда-то соточка гемов, плюс ещё вот здесь есть. Короче говоря, есть предположение, что на ТХ-6-7 я уже буду с четвёртым-пятым строителем, так как запланирован там поход по кубкам. Но это всё в будущем, так что кто не поставил лайк, поставьте лайк, и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всё будет в будущем. Ну а сегодня у нас задача это восстановить вторую деревню, которая нам как раз таки будет приносить профит в плане гемов. Там будет рудник, и плюсом ещё там есть мусор. Со временем это будет шестой строитель. Короче говоря, профита будет очень много. Так что это совет номер, не знаю какой миллион, но в общем, если вы новичок, обязательно восстанавливайте деревню строителя. Ну и переходите туда играть, конечно же, потому что оно вам капец, как в будущем пригодится. Всё, восстановилась у нас деревня. Хотя нет, ещё не восстановилась, мы только корабль восстановили. Наш корабль готов к плаванию. Окей, то у нас там строители, а не жительницы. Я что-то уже даже и забыл. Вроде бы как, мы вроде строителя отправляли, а тут бац жительниц, но нифига себе поворот. Не волнуйся, мы не заблудимся, я запомню эту дорогу. Всё, нажимаем кнопочку в плавание, и мы резко перемещаемся на деревню строителя. Всё сразу помутнело, всё сразу тёмное, непонятное. Земля, что за странное местечко. Нам повезло, вождь, мы можем построить из этих старых зданий укрытие. Фига себе, мы можем прокачать. Опа, а мы сразу же пропускаем, считай, прокачку дома строителя на второй левел. Я что-то даже уже и забыл. Переночуем здесь, теперь это наш новый дом, временный. Так, строитель храпит, всё понятно, с ним, конечно, крыса усатая ленивая. Но, в принципе, он всегда ленивый, как бы, это и так факт. Откуда ты взялся? Опа, мой дом, вы его полностью убрали, за это вам полагается, экскурсия по деревне. Так, главный строитель, там это всё рассказ. Я помню, мы сейчас, короче, будем прокачивать варваров. Опять они у меня требуют гемы. Я уж 30 секунд, ладно, подожду. Но сколько ж тут мусора, господа. Ой, сколько тут гемов. Я, по-моему, ставил эксперимент и сразу же за одно видео удалял весь мусор. Это около соточки, вроде как. 94 или 92 гема я собирал. Но это очень приятно было. Одна секунда, и всё, мы прокачали варваров. Конечно, нам нужны войска, чтобы выяснить, кто лучше строитель. Сейчас мы приготовим с вами войска. И, наверное, пойдём, да, в бой. Нам будут опять обучать, короче говоря. Кстати говоря, яростные варвары, да? Ну да, они под яростью, всё понятно. Мы, кстати говоря, когда проходили обучение, когда только деревню добавили, я, по-моему, сразу сказал, что это элитные варвары. И по-прежнему они, по сути, и есть элитные варвары. Но мы сейчас быстренько расправимся с этой обучалкой. И, скорее всего, надо будет сразу два бонуса зафармить. Либо сейчас тоже какую-то обучалку здесь придумали, а? Я вот давно не играл на новых аккаунтах, поэтому будет интересно посмотреть, будут ли какие-то здесь ещё проходилки вот по типу серебряного пропуска, как на основной деревне. Окей, окей, 5000 всего. Капец, надо кубки обязательно здесь поднимать. Так, нажимаем на строителя. Ну, кстати, прокачивать тут практически ничего не нужно. Это круто. Окей, окей, вождь, кажется, у нас море работы, и присматривать за нашей деревней тоже нужно. Угу, то есть мы всё, да, обучение прошли. Убираем могилки, собираем дофига эликсира и золота, естественно. Ну и, в принципе, нажимаем на магазин. Нам нужно выставить лагерь. Из защиты забор, пушка, башня лучниц, и одна ловушечка, которую я сразу же, бамс, выставляю. И на этом всё. Ну, ресурсов у нас, конечно, мало. Нам придётся сначала, скорее всего, фармить, так как нам, по сути, ну, на лагерь не хватает, на защиту тоже не хватает. Ну, забор давайте выставим, что ли. Хотя он, по сути, не сильно-то важен, и то нам не хватает. Всё понятно. Нам нужно направляться в бой. В целом, что я и делаю? Четыре варвара! Обалдеть! Не, ну это киберспорт однозначно. Ну-ка, киберспорт покажем свой максимальный. Конечно, мне сейчас напишут, типа, надо было проверить бомбу, но это же низкая ратуша, тут нет бомбы. Тут есть только трап, вот этот вот, и всё, как бы. А он варварам не помешает, поэтому я и не проверял. Короче говоря, скилл на пределе, варварианец в деле. Очень давно я создавал аккаунт, где-то года два назад, и в то время на таких низких купчах были боты. Не знаю, это реально сейчас боты или люди, но я смотрю, у них есть клан, скорее всего, это не боты. Вот арабский клан, пожалуйста. И поэтому даже не знаю, сейчас мы играем против ботов или нет, но ресурсы мы хоть как получим, поэтому не важно. Кстати говоря, это сейчас будет третий бонус, в котором ресурсов побольше. Ну и как раз-таки я включил запись, чтобы сейчас затащить и после этого потратить все ресурсы. Хотя есть предположение, что нам даже этих ресурсов не хватит. Уж больно что-то дорогое изначально все. Хотя, наверное, для этого и дают парочку бонусов. Но больше всего мне интересно, сколько гемов я выручу в следующем видео, когда вот прокачаюсь немножко, зафармлю ресурсов и удалю весь этот мусор. Это будет интересно посмотреть в нынешнее время, сколько мы заработаем. Все госп... Подождите, не понял. Не понял. Ничья? Фак! Фак! Чего просто? Не, ну смотрите, буст есть у него. А, у них у всех буст есть, походу, да? Ну, слушайте, по-моему, только я могу сделать ничью в обычном... Короче, это бан натуральный. Сделать ничью в обучении, это, конечно, сильно. Так, ладно, пару варваров сюда. Вот сюда. Мы же сейчас пушку заберем. Чего? Надо было сразу всех варваров накидывать. Капец, я сейчас еще и сольюсь. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но это, по-моему, только я умею так проходить обучение и начинание вот эти вот всякие. Обязательно я где-то сольюсь или получу какую-то дичь просто слиться против одной пушки. Не, ну это, конечно, натуральный нуб. Просто нечего сказать. Вот серьезно, тут надо их еще и переиграть. Короче, смотрите, что делаем. Раз, два, три варвара закидываем. И, по идее, нам достаточно, чтобы унести быстро пушку. Шикарно. С другой стороны, под яростью закидываем варвара. И быстренько забираем правый фланг. Это гиперстратегия, в общем. Совет для тех, кто начинает играть на ДСК. Да, дожились, конечно. Обучаю играть четвермя варварами против одной пушкой. Обращайтесь. Ссылка в описании, можете мне писать. Не, ну я что по делу? Я вообще давно не играл на ДСК, на низких ТХА ДС точно. А тут такой, я еще и могу поражение как бы увидеть. Я могу увидеть, что у меня минус трофеи. Это, конечно, не что, господа. Я говорю, я, по-моему, единственный такой. Ну вот, смотрите, Самуэль у нас без клана. Похоже, игра поняла, что я нубчик и дала мне бота. И в итоге я вроде как затащил бота. Все, ставим лайк, пацаны. Затащил бота! Ставим лайк! Это сильно, конечно. Так, ладно, есть ресурсики, господа. Погнали, наверное, выставим что-нибудь из... Защиты. Пускай будет выставляться башня лучницы. Это нам поможет, как минимум, ну, в защите. Понятное дело, а где еще поможет? Короче, сейчас мы будем тащить, господа, с вами. Только вот это вот так вот сделаем. Это вот так вот. И в итоге сюда сейчас никто не сможет пойти. И я на Изи затащу. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Так что направляемся сразу же в бой. Не будем дожидаться... Блин, надо было дождаться, да, лучше. Не, ну, как бы... Попробуем направить, конечно, сейчас сюда как-нибудь варваров. Но, не, не получится. Все понятно. Так, стада делаем. Что делаем? А, мы сливаем. Все, я понял. Ну, слушайте, это гениально, конечно. Сразу же попался соперник, который защитил пушку. И в итоге я сейчас еще и слился. Если он нападет с другой стороны. А он не напал. Ха-ха! Чего просто? Не, ну, этот ролик напитан просто какой-то дичью. 2 минуты 49 секунд. 2 минуты 48. Ха-ха! Не, ну, это лучше. Лучший ролик просто по ДС. Как начинать на деревне строителя? Не, давайте я лучше дождусь башни лучниц. А то опять такие вот рофлики будут. Пока у меня прокачивается башня лучниц, давайте что-нибудь поделаем на основной базе. По сути, тут рассказывать нечего. В следующем видео уже будет переход на ТХ-5, так как сборщики я доапаю. Ну, и как бы на этом все. Сейчас я ставлю просто вот обычные сборщики. Новые докачиваю их до определенного левла. И потом на фул до какого левла. Они даже до восьмого, наверное, апаются. Может быть даже и не в следующем видео, кстати. Это будет сборщики. Это, наверное, самое долгое, что я вообще качаю, начиная вот этот аккаунт. Реально, это самое долгое, что вообще есть на этом аккаунте. А так, по сути, я играю тем же самым миксом. Луки, варвары и бомберы. Потому что там нужно пройти задание. Ну, и плюсом сегодня мы поиграем еще и шариками. Так как открыли шарики, почему бы и нет. Но сейчас быстренько какого-нибудь нубчика проатакуем. Ну, например, вот этим вот миксом, который сейчас есть. Так как еще есть три хога. А это сверх имба. И уже бы пора бы 750 трофеев получить, господа. Так что давайте поищем соперника более сильного. И попробуем его как-то осилить. Ну, или хотя бы 20 плюс трофеев найти, что ли, если такие есть. Ну, вот смотрите, соперник довольно-таки сильный. И я думаю, что мы его затащим. Но для начала давайте проверим, наверное, клановую крепость. Ее тут нет. Шикарно. Также давайте набьем немножко процента. Это, если что, сейчас советы по гиперстратегиям пошли. Давайте, наверное, вот так вот закидаю немножко варваров. С этой стороны кабанчиков. Хотя надо было их, наверное, лучше понизу. Я вижу там ловушки. И это будет печально, если туда кабаны побегут. Да, да. Классно. Классно, очень классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обучаю стратегиям киберспортивным. Блин, один хок просто остался в живых. Ну, он, конечно, у нас мощный. Но, по-моему, башню лучницы четвертого левела он не осилит. Хорош. Просто на соплях дотащил. Не, ну, хок тут тащит однозначно. Всю катку просто затащил. Сейчас еще ловушка там. Не, ну, чел, конечно, красавчик. Базу киберспортивную поставил. Но, как видите, все равно я его осилил. Сейчас забью до трех звезд. Вот с шариками такого не будет. Сейчас поймете, что это такое шарики. Постараюсь даже попробовать без клановой крепости пробить кого-нибудь. И я думаю, это будет легчайше. Потому что... Хотя, еще потому что. Я сегодня слил. Потом ничью. Потом поражение. Потом опять ничья с одинаковым процентом и временем. И сейчас еще и хогов направил на ловушку. Блин, ну это, конечно, да. Не буду загадывать лучше сегодня ничего. Сами видите, что происходит. Поэтому, ну и вот нафиг. Но это сегодня первая трешка на основной деревне. Башня лучниц уже прокачана. Поэтому предлагаю вам выставить еще одну заборинку. Куда-нибудь вот сюда повернуть ее. Конечно, тут по уму надо удалять вот это вот. И потом придумывать расстановку. Кстати, мы не можем удалить. Фигаси. Нужно удалить только... А, можно удалить с третьего уровня ДС. Фигаси. Я даже и не помню, что такое было. Ну ладно, в целом мы защитили с вами вот это. Поэтому сюда вот так вот пододвигаем поближе. По идее, если они направят на... Ну, вообще, по идее, на пушку побегут, да? Ну, тогда неправильно я поставил пушку. А что, если мы вот так ее вообще защитим? И тогда пушка у нас достанет все равно. И столько лучницами кто-то будет оттачить. И то у нас есть башня. Короче, все. Кипер-спортсмен пошел в бой. Ожидайте. Сейчас будет одинаковый результат. Ничья и... Блин, ну чел. Ну ты тоже умный, что ли? Ну куда вы просто? А мы сейчас его переиграем. Знаете как? Мы просто набьем процент, как бы, и все. И он... Он сольется однозначно. Или мы ТХ заберем, точно. А нет, три варвара не осилят ТХ. Пушка и башня лучниц расправятся. Да, тут как бы тяжело с этим, господа. Ну смотрите, вот так вот бац, этот варвар танкует. И я тут быстренько вот так банс, банс, накидал варваров, короче. И забил еще и... Не забил лагерь, понял. Тогда добиваем лагерь. И в итоге у нас 34%. И смотрите, мы сейчас победили. И это стопроцентный результат. Мы сейчас выиграли. А, у него 8 варваров. Классно. Короче говоря, это лайфхак номер 2. Не идите в бой просто так. Вы сольетесь, как я. Просто выставляйте лагерь и ждите, когда он прапается. И с 8 варварами вы уже сможете атаковать против башни лучницы и пушки. Но с деревни строителя все понятно. Я ракушка. Давайте хотя бы попробуем тут что-нибудь интересное сделать. Я тут нашел соперника, достаточно сильного. Ну и давайте попробуем шариками его как-то сломать, что ли. Проверяем клановую крепость. Ее тут, конечно же, нету. И я вам предлагаю уже нападать. Ну, по идее, фуловых шариков лучше нам как бы... Это немножко сохранить. Поэтому я вот так вот сделаю. Опачки. А там еще и ловушку мы поймали. Вообще шикарно. Блин. Ну, наши, конечно, сильные шарики уже начали погибать. Это не очень радует. И есть предположение, что мы слили. Блин, даже тут слил. Не, ну по сути это ТХ-5 как бы. Да. Но нифига себе ТХ-5 так-то. Вы что? Угу. Это довольно-таки мощно. Поэтому если я сейчас затащу, это будет сверх эпично. Но по сути стратегия сработала. Башню лучниц, да, мы забираем шикарно. Тут мы тоже башню лучниц забираем. Ну, вот примерно так. Нужно вам играть шариками на низкой ратуши. И у вас все будет получаться. И вы можете даже ломать и ТХ-5. Но, кстати, прокачка была достаточно хорошая. И расстановка не сказал бы, что легкая. Хотя ПВОшка тоже с краю. Раскидываем лучниц, так как ЭК не было. Ну и быстренько добиваем эту базу до трех звезд. Лагерь уже выставился. А это значит, что мы можем приготовить еще варваров. Поэтому идем в бой и тестируем 8 варваров. Плюс уже защита получше. Да, и мне попадается слабый соперник. Эх, был бы такой же сильный, как там. Я бы его осилил 100%. Закидываем 4 сюда. И вот так вот варваров раскидываем. Опа, нифига себе. Пожалуйста. Это было бы эпично, если бы просто варвары отлетели. В итоге четверо погибло. И после этого я бы не смог затащить. А тот чел четвермя варварами меня бы смог затащить. Это было бы просто эпик, реально. Каждый раз, когда я иду в бой, какой-то фейл проявляется. Я увидел, что у нас там выполнено какое-то задание. И мы получаем 10 гемов. Великолепно. Теперь нам и ДСК будет приносить гемы. Это очень круто. Я, конечно же, победил. Поэтому нам бы пора направиться и зафармить третий бонус. И вот как раз таки соперник, которого мы сможем осилить. Ну, не скажу, что прям беспроблемно, но сможем. Поэтому закидываем сюда целую кучу варварянцев. И, по крайней мере, рассчитываю на то, что мы тут... Да елки-палки, что они все такие сложные? Нафиг вы пушку защищаете? Не, ну, по факту он меня там не должен затащить. Если он сейчас меня еще и выиграет, то это вообще будет бан натуральный. Вот серьезно. Как я ему мог слить? Просто с 8 варварами это будет жестко. Серьезно. Ладно, окей. Возвращаемся домой. И 56% одна звезда еще. И тут он меня уже на трешку, да, берет? Ну-ка. Нет, он все-таки проиграл. И, кстати, у него тоже 8 варваров, поэтому нормально. Окей, значит моя база тоже держится. Ну, неплохо. В целом, третий бонус выфармлен. И на сегодня у нас добыча закончилась. Поэтому время пойти и поставить ластовую прокачку. Фу, какую прокачку? Ластовый деф. Это двойная пушка. Ну и теперь наша база будет намного мощней. И в следующем видео я уже начну удалять какой-то мусор. Ну и плюсом ко всему строить какую-то расстановку. Но на сегодня на ДС у нас игра закончена. Хотя, что закончен-то? Нам нужно же еще затащить и 200 кубков взять. После этого мы получим награду. И надо будет рассказать о дальнейшем развитии ДС все-таки. У меня есть уже планы. Я знаю, что это будет правильный план. И я советую вам тоже его придерживаться. Потому что это максимальная эффективность на деревне строителя. Короче говоря, сейчас я быстренько затащу. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что этот чел меня на трешку не возьмет. Так как, ну блин, у меня там довольно-таки мощная защита. Ну вот я и получил 200 трофеев. Было это тяжело сделать. Сами видели, через что я прошел. И получаем 10 гемчиков. Кстати, всего лишь за 1000 плюс соточка. Это очень приятный бонус. И в общем-то, смотрите, что я буду прокачивать. Ну, сегодня игра все же тут не закончена. Так как есть ресурсы. И все апается быстро. Мне нужно будет прокачать обсерваторию. Потом казарму строителя, открыть луков, их прокачать. И, возможно, удалю парочку мусорок, если хватит. И построю нормальную расстановку. Ну, а какое развитие будет вообще на деревне строителя? Естественно, раш и открытие шестого строителя. А как я это буду делать? Смотрите в будущих роликах. В общем-то, друзья, прокачиваем сборщики. Прокачиваем деревню строителя. И переходим на ТХ5 и на ДС3. И на сегодня ролик заканчивается. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok